Даже там, где властвует холод, есть тот, кто сильнее. Тебойл – международный бренд с многолетней экспертизой в разработке моторных масел для сурового климата, где стандарты качества превыше всего. Тебойл Даймонд – безупречное качество для безупречной работы двигателя даже в самых жёстких условиях эксплуатации. Тебойл Даймонд – масло, закалённое холодом. Покупайте на АЗС Тебойл. В этом ролике я расскажу вам реальную историю фильма о бейсболе Маннибол, который у нас почему-то перевели как «человек, который изменил всё», хотя даже в фильме как минимум два человека, которые меняют всё. Мы разберём с вами, действительно ли вся команда только и делала, что мешало генеральному менеджеру Билли Бину и его помощнику Полу Деподести. Правда ли, что тренер не хотел выпускать подобранных Бином игроков, а скауты не понимали, что игроков нужно подбирать не по красоте их подружек, которые будут вдохновлять их выбивать хоумран на поле, а по процентному показателю занятия баз. В общем, мы пройдёмся по всему фильму. Но вначале, для того, чтобы было понятно, о чём вообще в картине идёт речь, я предлагаю разобрать правила игры, чтобы было понятно, что такое хоумран, и было понятно, зачем нужно занимать базы. Суть игры, в общем-то, отображается её названием «бейсбол», то есть отбивай мяч и перемещайся от базы к базе, тем самым зарабатывая очки. На поле есть четыре базы. Дом, первая база, вторая база и третья база. Задача игрока атакующей команды по очереди пройти все базы и вернуться обратно в дом. Задача защищающейся команды не дать это сделать. Поле располагается под углом в 90 градусов, и только в этом направлении нападающая команда может отбивать мяч. Если мяч отбивается за пределы этого угла в 90 градусов, то это считается фоллом. Питчер должен бросить мяч к кетчеру. При этом его задача бросить его так, чтобы Беттер этот мяч не отбил. Питчер и кетчер – это члены защищающейся команды. Беттер – это член атакующей команды. Питчер и защищающиеся команды должен бросить мяч не просто так, как ему вздумается. Он должен попасть в так называемую зону страйка. За этим следит отдельный судья. Страйк-зона – это зона между коленом и талией атакующего Беттера. То есть в зависимости от роста Беттера меняется и размер страйк-зоны. Во время телевизионных трансляций эту зону обычно выделяют. Если защищающийся Питчер попадает в эту страйк-зону, и кетчер соответственно ловит мяч, то они зарабатывают страйк. Три таких страйка, и атакующий Беттер получает страйк-аут. То есть выбывает. Если Питчер бросает мимо страйк-зоны, и что важно, Беттер не машет при этом своей битой, то он получает бол. Четыре бола, и он получает вок. То есть он переходит на первую базу. А другой игрок из атакующей команды займет его место в доме. Теперь перешедший игрок на первую базу становится раннером, а занявший его место становится новым Беттером. Не пугайтесь, если сейчас не все понятно. Когда будем разбирать примеры, все станет яснее. Если Питчер подает мяч мимо страйк-зоны, а атакующий Беттер взмахивает битой, но при этом не попадает по мячу, это все равно страйк. Как я говорил ранее, три страйка, и атакующий Беттер получает аут. То есть выбывает. Но то есть задача Беттера за полсекунды, пока летит мяч, определить, попадает ли мяч в страйк-зону. Если попадает, его нужно отбивать. Если не попадает, этот мяч лучше пропустить. Что происходит, если Беттер все же отбивает мяч? Если мяч после этого, не касаясь земли, попадает игроку защиты в перчатку, то это аут, и Беттер покидает поле. Неважно, где игрок защиты впоймает мяч. Даже если он прыгнет на зрительскую трибуну, но впоймает мяч до того, как он коснется земли, это аут. Если же мяч вначале касается земли, и только потом его подбирают, то игрок защиты в этом случае должен его доставить на первую базу до того, когда этой первой базы доберется Беттер. Если Беттер добирается быстрее, то он закрепляется на этой первой базе и превращается в Раннера. А в дом выходит новый игрок, атакующий команды, и становится Беттером. То есть прошлый Беттер отбил мяч, стал Раннером и добрался до первой базы. Теперь то же самое должен сделать новый игрок. Если второй игрок захватывает первую базу, то вводится третий игрок. Если третий захватывает, то вводится четвертый. В конечном счете, задача атакующего игрока пройти все базы и вернуться в дом. Иногда на поле происходит так, что Беттер отбивает мяч, и за то время, пока защищающаяся команда доставляет мяч на базы, Беттер успевает захватить не первую, а, например, вторую или даже третью базу, как, например, на этом примере. Это довольно редкая ситуация, и чаще всего на профессиональном уровне такое возможно только при грубых ошибках защищающейся команды. Самая яркая часть игры, которая, наверное, вам знакома по многим американским фильмам, это Хоум Ранн. Он происходит, когда Беттер отбивает мяч за пределы поля на зрительские трибуны. В таком случае, все игроки атакующие команды спокойно, не спеша, перемещаются со своих баз в дом, тем самым зарабатывая сразу по одному очку. То есть по одному рану за каждого игрока, который попал в дом. В каждом ининге, каждая из команд один раз защищается и один раз атакует. Допустим, вы зачем-то включили телевизор, и там идет бейсбол. Как понять, какой счет, какой ининг и что вообще происходит на поле? На поле самое начало матча и счет 0-0. Идет первая половина первого ининга. Об этом нам говорит единичка и треугольник, смотрящий вверх. Треугольник говорит о том, что красная команда атакует синюю. Ноль аутов говорит о том, что сейчас ноль аутов. То есть из игры во время этого полуиннинга никто не выбывал. Первая цифра под базами означает количество болов, то есть количество промахов мимо страйк-зоны. Четыре промаха и беттер переходят на первую базу. Вторая цифра показывает количество страйков. Три страйка и атакующая команда получает аут. Ну а ромбы показывают, какие базы в данный момент захвачены атакующей командой. Давайте разберем пару живых примеров. Начало игры. Оранжевая команда в атаке, синяя команда в защите. Синяя команда подает и зарабатывает первый страйк. Затем подает второй раз и зарабатывает второй страйк. При третьей подаче питчер не попадает в зону страйка. Беттер это чувствует и не машет битой. Засчитывают бол. При четвертой подаче беттер отбивает, но защищающаяся команда ловит мяч до касания им земли, поэтому беттер получает аут. И все равно, добежал он до первой базы или нет. Мяч пойман до касания земли аут. В этой трансляции, кстати, ауты пишутся не цифрами, а при каждом ауте заштриховывается кружочек. Итак, первый игрок атакующей команды получил аут. Его место в доме заменил второй. После одного страйка и бола второй игрок отбил мяч. Мяч коснулся земли. Беттер побежал на первую базу, но защищающаяся команда вернула мяч на первую базу раньше, поэтому это второй аут. На поле выходит третий игрок атакующей команды, берет биту в руки и готовится захватывать базу. После одного страйка он отбивает мяч. Мяч касается поля, но в итоге мяч все равно доставляют до первой базы раньше. Причем это очень показательный пример, ведь в нем защищающийся игрок одной ногой касается базы и принимает мяч раньше, чем атакующий доберется до первой базы. Таким образом, в первой половине первого ининга при атаке оранжевой команды не было набрано ни одного очка. Начинается вторая половина первого ининга. Теперь защищается оранжевая команда, а нападает синяя. Первый беттер получает аут, после того, как отбитый мяч ловят без касания земли. У второго беттера было три страйка и три бола. Бол, напомню, это не попадание в зону страйка. При решающем броске питчер опять промахивается и беттер спокойно занимает первую базу. Новый беттер отбивает мяч и бежит на первую базу. Раннер, который был на первой базе, бежит на вторую. Защищающаяся команда успевает вернуть мяч на вторую базу перед тем, как ее захватят, но не успевает вернуть на первую. Тем самым, тот игрок, что был на первой базе, получает аут, а беттер заново занимает первую базу, так как он достиг ее до того, когда до нее дошел мяч. Еще раз, до второй базы мяч успели доставить, а до первой нет, поэтому аут только один. Однако, все это большого значения по итогу не сыграло, потому что следующий игрок получает третий аут и в итоге первый ининг заканчивается со счетом 0-0. Так, в общем-то, и заканчивается большая часть инингов у профессионалов. Изредка может быть счет в ининге 1-0. Именно поэтому в фильме и в реальности главные герои делали такой упор на проценте занятия базы у игрока, потому что это ключевая вещь в бейсболе. Без занятия базы невозможно набирать очки. И в частом или воге? Он часто занимает базу. Какая мне разница после чего? Сразу скажу, что я разобрал не все правила и опустил многие моменты, которые вначале только запутают. Я не рассказал про порядок беттеров, про воровство баз, про разные хитрые нюансы, как при разном количестве страйков засчитывается фолл. Но для первого знакомства все эти нюансы в принципе не нужны. То, что я только что рассказал, это по сути 90% правил, которых достаточно, чтобы понять суть игры. Самое главное, вы теперь примерно понимаете, почему в принципе возможно с точки зрения математики заменить одного звездного отбивающего тремя другими игроками, как это происходит в начале фильма. Раздели на троих. 3,64. Вот что нам нужно. Три бейсболиста, три игрока, чей средний процент занятия базы 3,64. Потому что по сути не имеет большого значения за счет одного игрока будут набираться эти проценты занятия баз или за счет трех. На самом деле даже наоборот. Чем равномернее проценты распределены по трем игрокам, тем даже лучше, потому что они начинают дополнять занятия баз друг друга. Получается своеобразная синергия, за счет чего и появляется шанс набрать в Эйнинге больше очков. Для американского зрителя это в принципе не нужно объяснять, они и так это все прекрасно знают. А вот для зрителей из СНГ это может быть не совсем понятно. Но фильмы ведь снимаются в основном для американской публики, поэтому в фильме правила бейсбола понятное дело никто не объясняет. Теперь переходим непосредственно к картине. По сути ключевое отличие фильма от реальной истории, которая пронизывает весь фильм, это то, что два главных героя генеральный менеджер команды и его аналитик вдвоем противостоят всему миру бейсбола. А все скауты клуба, тренер клуба, президент клуба и даже некоторые игроки в клубе с ними враждуют. Из-за этого упрощения в фильме и деления на хороших и плохих героев, даже в общем-то правдивые сюжетные линии превращаются в вымысел. С самого начала генеральный менеджер Билли Бинн, роль которого исполняет Брэд Питт, впадает в бешенство, что из его команды выкупает одну звезду за другой. Потом Билли Бину не нравится то, что скауты не осознают, как нужно искать новых игроков и не понимают, что оказывается нужно обращать внимание не на то, красивая или нет подружка у игрока, а на то, как часто этот игрок забирает в базу. После этого герой Брэда Питта находит в конкурирующем клубе супераналитика героя Джона Хилла, который единственный во всем мире может рассчитывать эффективность игроков при помощи статистики. В реальности все было немного сложнее. Но начнем с того, что образ аналитика героя Джона Хилла настолько не соответствует своему реальному прототипу Полу де Подести, что Подеста запретил использовать его реальное имя в фильме. В фильме он изображен социально неуклюжим компьютерщиком из Ельского университета, который больше разбирается в статистике, чем в спорте. Хоть сыграл его Джон Хилл великолепно и даже получил за эту роль номинацию на Оскар, другим. Он был уверенным в себе спортивным выпускником Гарварда, который в колледже играл в футбол и в бейсбол. Но главное то, что никто его не выкупал из другого клуба. В реальности Де Подеста присоединился к Окленд Атлетикс еще в 99-м году. То есть за три года до того, как он присоединился в фильме. Но даже в 99-м году никакую революцию он в Окленд Атлетикс лично не совершил. Потому что клуб уже много лет во главе с Питером Бином пытался анализировать статистические показатели. И анализировали статистику кстати не только они. Этим так или иначе занимались все команды в высшей лиге. Просто так сказать ставку на эту статистику все клубы делали разную. Кто-то лишь немного учитывал ее. А кто-то как в Окленд Атлетикс сделал на статистику самую большую ставку. Однако в реальности даже в Окленд Атлетикс никто не смотрел только на голые цифры. Статистика конечно им очень сильно помогала в подборе игроков. Но она только дополняла работу скаутов. А в фильме получается что кроме героев Брэда Питта и Джона Хилла все остальные им только мешают. Фильм в оригинале называется Мани Болл и основан он на одноименной книге. Книга эта вышла почти сразу после легендарного для Окленд Атлетикс сезона 2002 года и сразу вызвала споры в мире бейсбола. Книга к реальности имеет конечно гораздо больше отношения чем в фильм. Но даже в ней упор делается на выгодные факты. А факты которые противоречат тому что всем в мире бейсбола правит статистика опускается. Да в реальности в команду тоже были набраны мягко говоря специфические игроки. Но в команде кроме этих немногочисленных игроков которые хрен пойми как подают у которых лишний вес и прочие качества за которые их бы забраковали традиционные скауты. Кроме этого в команде было много игроков которых как раз таки эти сами скауты и набрали. Например Барри Зитто Тим Хадсон и Марк Малдер. Все они оказали огромное влияние на успехи Окленда в сезоне 2002 года. И никакими нестандартными игроками большинство команды не было. В команде было много вполне обычных нормальных не кривых не косых игроков. Но если в книге был просто акцент на выгодных фактах и игнорировании невыгодных то в фильме ко всему прочему даже в правдивые моменты из книги изменили. Ну например в начале фильма для того чтобы раскрыть насколько неэффективна старая школа скаутов есть отдельная сцена где они оценивают нужен ли бейсболист в команду по его красоте уверенной походке приятному лицу и так далее. В книге такой момент тоже есть но в книге это была речь скаутов когда они вербовали главного героя фильма героя Брэда Питта Билли Бина еще в 80-х годах. То есть они даже неэффективность его оценивали между собой а скорее просто налаживали контакт с парнем и просто делали ему так сказать комплименты ну типа лицо у тебя волевое взгляд осмысленный сынок тебя ждет большое будущее также в фильме есть фраза если у игрока уродливая девушка это означает что он не уверен в себе а значит он будет плохо играть на поле и это не ошибка локализации в оригинале тот же смысл только там девушку оценили чуть повыше на шестерочку в книге речь у скаутов перед сезоном 2002 года шла совершенно про другое цитата из книги не уверен что он хочет подписать контракт он сказал что хочет поступить в юридическую школу на него давит его девушка я думаю он ищет с ней любви ну то есть девушка в реальном разговоре скаутов была упомянута к месту что мол есть резонные сомнения что игрок из-за нее не подпишет контракт и к его игре на поле это не имеет никакого отношения вообще в реальности как я говорил ранее с середины 90-х годов окланд атлетикс начали делать большую ставку на статистику более того клуб испытывал нехватку денежных средств и сознательно использовал практику самостоятельного развития перспективных игроков а затем через несколько лет обменивал их когда они становились достаточно дорогими и содержать их в команде считалось нецелесообразно это не честная игра нас выпотрошили мы как доноры органов для богатых так что если уж применять аналогию с донором органов из которого достают сердце, печень, почки то донор вообще-то был в курсе этого и давал на это согласие так что для донора это не было сюрпризом это была сознательная тактика зарабатывания денег так что вся сюжетная линия где два главных героя борются со всем миром сильно упрощена и приукрашена в первой половине картины главные антагонисты фильма это скауты самый яркий представитель этих сил зла это скаут Грэдди Фьюсон в фильме он открыто бросил вызов новому методу Бина что привело к его увольнению однако в реальности Фьюсон покинул Оклен в середине сезона 2002 года не из-за вражды с Бином а просто потому что в другой команде были лучшие условия когда закрывается окно трансферов и скауты выходят на второй план в фильме появляется новый злодей главный тренер команды то что у тренера и генерального менеджера был какой-то конфликт это правда но он был не из-за разногласий по поводу новой статистической стратегии тем более что никакой новой она не была как я уже говорил ранее тренер Арт Хоу уже много лет тренировал команду с того момента как в команде начали опираться на статистику в многочисленных интервью он рассказывал что в общем-то в книге делают вид что его заслуги в победы команды вообще никакой нет но фильм зашел еще дальше в книге он хотя бы практически не упоминается а в фильме тренер вообще мешает команде победить более того в фильме для большей драматургии выдумали что у тренера был конфликт из-за заканчивающегося контракта хотя в реальности у него был длинный контракт по словам тренера он никогда не вел переговоры по контракту с Билли Бином тем более в коридоре клуба в чем именно была суть конфликта сказать наверняка сложно реальные прототипы не стали выносить ссор из избы однако в пользу того что тренер все-таки имел какое-то отношение к успеху команды говорит то что после Окленд Атлетикс тренер возглавил другой клуб Нью-Йорк Мэтс которые удвоили его оклендскую зарплату ну то есть люди которые мягко говоря немного разбираются в бейсболе оценили и вклад тренера в легендарный сезон 2002 года и что самое главное отвечали за эту оценку деньгами изо всех этих упрощений и нагнетаний и драматургии в фильме получается что герои Брэда Питта с помощником выполняют вообще всю работу и ищут новых игроков и лично ездят к ним домой на другой конец страны затем тренируют их лично учат лидера команды как ему быть лидером увольняют ненужных команде игроков тоже лично даже проблему с газировкой в автомате кроме генерального менеджера некому решить поэтому он этим занимается тоже лично газировка не хочу чтобы парни за нее платили будешь снабжать мои автоматы три года я сейчас не уменьшаю заслуги Билли Бина просто ролик же называется реальная история а в реальной истории выдающийся успех команды Охланд Атлетик в 2002 году это все-таки заслуга всей команды после сезона 2002 года как и в фильме Боссон Ред Сокс предложили Билли Бину пятилетний контракт на 12,5 миллионов долларов чтобы он занял должность генерального менеджера уже в Бостоне но Билли отказался как он сам неоднократно рассказывал отказался он потому что после окончания средней школы он принял решение подписать контракт с бейсбольной командой вместо того чтобы поступить в Стэнфорд это было единственное решение которое он когда-либо принимал из-за денег и это было худшее решение в его жизни он поклялся никогда больше подобного не повторять Билли Бин остался в Охланд Атлетикс ему продлевали контракт в начале 2005 затем в 2012 а затем он стал еще и совладельцем команды кстати собственники его бейсбольной команды приобрели еще клуб из высшей американской футбольной лиги я имею ввиду не американский футбол а именно тот футбол в который играют ногами Билли с командой попросили разработать систему для объективного анализа уже футболистов он согласился помочь команда смогла даже показать какие-то успехи однако из-за непопулярности в целом футбола в Америке внимания на это никто не обратил прототип героя Генри Хилла Деподеста который запретил использовать его имя в фильме покинул Охланд Атлетикс сразу после сезона 2002 года после этого он стал генеральным менеджером одной из самых богатых бейсбольных команд Лос-Анджелес Доджерс из-за этого он сразу занял пятую строчку в списке самых молодых генеральных менеджеров в истории бейсбола в первом сезоне команда под его руководством даже добилась успеха правда уже в следующем сезоне они потеряли сразу несколько игроков из-за травм и завершили сезон с худшим показателем за последние 11 лет в конце концов Деподесту начали считать неплохим аналитиком но все же из-за отсутствия настоящих лидерских качеств сложилось мнение, что он не способен возглавить команду как Питер Бин в 2005 году его уволят после чего Деподеста займет должность ассистента по бейсбольным операциям в Сан-Диего Падрес затем станет вице-президентом команды затем сменит еще пару команд но везде в принципе будет экономить кучу денег команде в качестве блестящего аналитика нет сомнений в том, что с момента выхода книги Moneyball в индустрии произошли большие перемены в абсолютно каждой бейсбольной команде теперь есть как минимум один-два человека а в некоторых и целый отдел который занимается исключительно аналитикой и статистикой гораздо большее значение начало уделяться именно процентным игрокам а не ярким хоумранерам хоумран это конечно очень красивое но все же относительно редкое явление да и кстати, даже при хоумране цена ведь командная игра гораздо больше пользы от хоумрана если до этого один, два, а то и три игрока заняли базы тогда при хоумране можно набрать вынинги соответственно два, три, а то и сразу четыре очка в большинстве игр этого в общем-то и достаточно для победы боже, ну как не быть романтиком в бейсболе франза которой заканчивается фильм звучит красиво но тоже не имеет ничего общего с реальностью настоящий Билли Бин как раз таки говорил по-другому его цитата когда мы были детьми, спорт казался нам романтичным но это бизнес мне плевать, играет ли моя команда в привлекательный бейсбол я хочу побеждать людям нравятся звездные клубы, потому что они играют красиво но когда вы проигрываете, последнее о чем вы думаете это красивая игра спасибо, что досмотрели ролик до конца подписывайтесь на канал и ставьте лайк этому видео так и так и сам сразу присоединиться это у нас поэтому понимаете